Так, ну чего? Поехали, да? Добрый вечер, дорогие друзья! Отличный денек, очень классный зал, очень приятная атмосфера, неформальная у нас первое мероприятие было с этой стороны. Я позвал двух людей, которые мне просто нравятся. Ну, Татьяна, она еще... И они оба не пришли. Татьяна, у нее еще как бы и женщина она, да, и это как бы уже создает определенные вибрации. Ну, а Евгений, он не женщина, но он зато очень хороший мужчина. Человек хороший, что в нашем деле немаловажно. И я, знаешь, еще что, Паша, сразу, наверное, хочу. Мы сегодня в такой от неформальной, в какую-то формальную форму перешли, где вы внизу, а мы наверху. Но придется смириться. А как ты хотела? Таков зал. Я хотела быть наравне. Потому что все-таки это капустник и квартирник, и я вас призываю периодически, да, втягиваться в этот разговор. Я об этом сказал уже, да. Вполне ваши комментарии, ваши выкрики и возгласы очень даже, очень надо. Пошли в жопу! Мы рассмотрим и эти предложения, но после, да, потому что у нас час впереди целый. Да, значит, мы начнем вот с чего. Дело в том, что Евгений, как вы видите, да, несмотря на то, что я выгляжу намного старше его, но по факту, конечно, он постарше меня, и он застал прям вот Советский Союз, Советский Союз. Я 75-го года рождения, и вот мы когда обсуждали, я высказал такую мысль. Кстати, вот интересно, как вы на нее отреагируете. Мне кажется, что Советский Союз закончился не в 91-м году, а когда началась перестройка. То есть вот эта эпоха, то, что сейчас вот слово пацана, это уже, ну, такой какой-то меланж. Поэтому, Женя, ты очень много рассказывал про бандитов, про ментов, про гопников, в общем, про все самое лучшее, да. А сегодня мы будем говорить про, например, про Советские застолья и прочее. Вот скажи, во-первых, ты ведь занимался спортом профессионально очень долго, а ты употреблял алкоголь? Ну, я от имени игровиков, так как я игровик, то спорт делился на две такие, игровики и единицы, да. Человек, когда один на ковре, один на дорожке, один, ну все, он один, он борется с природой и с собой, со своей волей. А игровики, они что, ну там столько-то человек, где-то перекуришь, где-то к тебе кто-то поможет и так далее, и так далее. Поэтому принципиально делилось так, игровики бухали, курили, да, а если ты, если у тебя там 10 тысяч метров, и ты, ну, попробуй, да, а эти сидели на режиме. Ну, это принципиально так. Вам набрали, кстати, все слышно, я на всякий случай, да? Отлично. Евгений, хотелось бы деталей, а что вы бухали? Можно я сразу тоже тут же, потому что говорят, значит, при долгих аэробных нагрузках, когда ты бежишь, к примеру, пиво чудесно снимает молочную кислоту и, соответственно, не будут молять, я пользовалась всегда, я только так и думала. Так я был спортсмен. Все мы немножечко бегуны. Я очень долго бегал. Правда? Ну, я не знаю, правда ли нет, вот, но если бы ты эту фразу произнесла, там, в конце 70-х нам, да, мы бы сказали, вообще ничего не поймем. Мне, Женя, в конце 70-х и вообще в 80-е, потому что у нас сегодня все-таки, да, ну, поколенческая какая-то плеяда собралась, ибо ты, Алла Верды, вот эти сделал надписью, потому что я поколение 90-х. И у нас сегодня есть вполне себе резонное десятилетие, да, между нами, которое… Да, степ-дв-степ, да, такой. Между мной и тобой 20 лет. Да мы семья. Мы одна большая семья. Поэтому, соответственно, если бы, знаешь, нужные люди рождаются в нужном времени и в нужном месте, в 70-х, 80-х меня бы просто выгнали, мне кажется, из страны за то, что я делаю все, что я делаю. Тебе бы просто было сложно… Ты бы просто этого не делал. Вот. Ты бы об этом не знал. Как можно было вот в этот период, когда с одной стороны тотальный дефицит, запрет, а ты либерально настроенная личность? Как быть? А можно я, это мы запомним этот вопрос, можно про пиво? И пиво мне. Жень, ну ведь реально, это правда? Нет. Я просто помню эти моменты, я об этом и говорил, мне потом писали, что, ну это может от регионов зависело, что, например, бутылочное пиво, не то чтобы был дефицит, но это всегда не распространенный продукт был. Мы говорим про Ленинград сразу. Да, мы говорим про Ленинград, потому что мы вообще мыслим себя так, что есть Москва, есть там Ленинград, Петербург, ой, а кстати еще что-то. Вот так вот это еще что-то, это 99%, а там есть столица обреченная, ну и мышленный город Петербург, Ленинград. Если мы говорим про пиво, с пивом вопросов не было, но тут, если кто не застал, тут надо четко понять, что такое, ну дефицит, да, мы уберем экономику, ты заходишь в магазин и вдруг ты видишь мартовское пиво. Там две бутылки стоят, жигулевская и мартовская. А бутылки или трехлитровые банки? Бутылки. Какие банки? Таня, опомнись. Возвращаемся уже. Я сегодня за молодостью. И тебе не нужно мартовское пиво, но ты его видишь, значит, ты его покупаешь. Почему? Потому что всегда жигулевская и вдруг мартовская. Вот и вся история, да. Поэтому статус человека определялся, ну сейчас тоже статус человека, мы тоже можем взять и сказать, ну там, да, часы, машины, еще что-то, еще что-то наговорим, и все это присутствует. Что такое, ну вот король поп-музыки в конец 70-х, начало 80-х? Это, а вот, значит, на мне кроссовки примерно, ну хуже, чем эти. На мне вот примерно такие же джинсы. В принципе, если на этой вот... Это pull over. Какой-то значок, абсолютно неважно какой, и какое-то иностранное маленькое слово, абсолютно неважно какое, да. Да, и я имею одноразовую зажигалку, я имею пачку Мальбора, и я захожу, подхожу к бару, стучу, и воротчик мне, а говорит, заходи, то это и есть Forbes. На вон не могу понять, любой дефицит понятен, любой выхват товара ясен, но когда нет, да, тогда любой какой-то дефицитный товар можно было обменять, я так понимаю, да, но почему зажигалки? Ну, потому что их нету. Дело в том, что... Вот это мне всегда нравится. Почему зажигалки? Я помню вот эту историю. Почему у Ивана Грозного не было мобильного телефона? У него не было мобильного телефона. Дело в том, что, значит, есть, раз слово зажигалка, да, ну, есть зажигалки, значит, есть спички. Одноразовая пластиковая зажигалка? Стоп, 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 стоп. Стою. Опомнись. Итак, есть спички, есть спички. Акснись, Татьяна. Есть дорогие советские зажигалки. Неважно, они там работают, не работают, они такие дорогие, там 8 рублей, 9, это очень дорого. Вот. И больше нету ничего. И вдруг у тебя появляется одноразовая зажигалка. Тогда там, вот, одноразовая. Что это такое? Дело же не в том, что спички, да, огня нету, да, а в том, что это есть некий портал, да, то есть это то, чего нету, это что-то такое невероятное, оно зеленое, оно красное и так далее, и так далее, да. И, разумеется, как бы, ну, с чем сравнить одноразовую зажигалку? Смотрите, мужики, смотрите, уважаемые. Неужто получается, мы как человек, думающий, да, бесконечно обречены на постоянную смену каких-то товаров в своей руке, будь то айфон, не знаю, какая-то брендовая шмотка, да, или еще что-то. И всегда это будет превосходить вот это, да, что вот у тебя что-то появилось. Вот ты понимаешь, да, вот 90-е годы, да? Ты мыслишь системой ДЛТ, то есть… Так мы такие, эти дети. На данный момент мы собрались, да, и у каждого есть некий потолок, да, вот, и каждый говорит, я бы это купил, а где купил? Там, 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 да, но я не могу себе этого позволить, у меня нет денег. Все. Это одна система координат. Другая система координат. Когда мы собрались, мы можем себе позволить, ну, этого нету. Физически этого просто нету. Одна разовая зажигалка только у меня. Мне кажется, здесь тогда самое важное и нужное, на секунду лишь только перебью, а у нас вообще есть люди вот этого поколения, о котором мы говорим? Можно вас? Раз, два, да? Это много? А какого поколения? Давай в 80-е, да? Но в 80-е не родился, а в 80-е вам, ну, что-то… Кто в 80-е застал начало? Кто настал начало 80-е? Ну, смотри. Окей, старше, 70-е. Мы говорим про… Застал во взрослом возрасте, в умышленном, да? То есть, подождите, а все остальные? А все остальные? Вне времени, вне рамок? Рассказываю историю. Сесилия Линстрант мне рассказывала, високонсул Швеции, с которой я гулял. Она в 80-е приехала, молодая студентка еще, первокурсница, и она офигела то, что в Ленинграде у нее все спрашивали, можно ли у нее взять, подержать зажигалку. Она этого не понимала. Подержать? Подержать зажигалку. Вот поэтому сейчас в этом изобилии, это сложно объяснить. Но я бы хотел вернуться к пиву. Почему? Я так долго съезжала, понимаешь? Так долго выводила от пива. Пивные ларьки, друзья, которые мы потеряли. Пивные ларьки. Пивные ларьки. Это же как бы, как вот эти кофейни на углу в Париже. Понимаешь? Кто пил у пивного ларька Советского Союза? Опа! Вот так вот. Ясно. Спасибо. Что ж. Кто не пил? Мы закончили на пиве в бутылке. Подожди. Тут надо объяснить, что такое пивной ларек. Это же не просто ларек, где наливают пиво. Социальное. Вот. Да, пив ларек это, что это такое? Значит, ну давайте вспомним проклассовость. Мы забыли об этом. Это было государство рабочих и крестьян. Притом это не, ну понятно, что уже все падало, но тем не менее, как бы это декларировалось. И пив ларек, а их было там, то есть они были, это сеть, огромная сеть была. То есть там на Васильевском острове я вырос, их там, допустим, там 15-20 и так далее. Сейчас бы сказали франшиза. Да, да, да. То есть это место, куда подходят мужики. Понимаете? То есть туда подходит там рабочий из Балтийского завода. Он приносит вечерку. Стоит какие-то люди, которые хотят похмелиться. Там может подойти преподаватель института. Даже профессор. Культура пятия получается. Это не та история, когда ты, да, выпил, пошел. А поговорить. И они найдут общий язык друг с другом. Вот что интересно. И это токарь с Балзовым. Это очень важная вещь. Так ровно точно так же, как и сегодняшним днем, о том, что поколения могут находить общий язык между друг другом. И в этом нет никаких препятствий. По факту проблемы отцов и детей. Они, в общем, в отцах и детях. Там не было отцов и детей. Там были отцы, грубо говоря. Окей. Но сейчас не про поколения. Это просто параллель, которую можно туда увести. Мы берем разные социальные слои, которых объединяет один этот стол. То есть есть культура пятия. Я хочу сказать, что ларек это... Это не культура пятия. Нет. Это вообще про другое. Это вообще про другое. Ларек это не бар. Это не бар. Хорошо. Подожди, стоп. Во-первых, там один сорт пива. Один сорт пива. И еще, знаешь же, когда зеленое пиво, да, есть? Был этот эффект зеленое пиво? Ну, не эффект, а недозревшее пиво. Кто пустил ее на сцену? Это правда. Кто-то знает про зеленое пиво? Человечек, ответьте нам, пожалуйста. Человек. Как вас зовут? Человек. Я могла бы побегать с микрофоном, но мне кажется, он не дотянется. Сделай хоть что-то. Человечек, я хочу, я не понимаю. Да. Но это 90-е года. Оно не зеленело? Нет, это 80-е. Да? Это какой год? Я думал, это, кстати, первый раз, когда я это не знал, что я буду. Но это... К этому моменту, когда можно было... Это тоже как-то не зеленое. Нет, оно цветом не зеленое. Это состояние у пива называлось, собственно, не из-за цвета. Давайте поблагодарим джентльмена, который защитил честь Татьяны. Я заплатила этому человеку. Сейчас до формулы пива дойдем. Это я просто к тому, что, понимаешь, вот есть с одной стороны вот эта форма, да, по которой... Вы пока рассказывали про этот ларек, а я будто, знаешь, во временной петле оказалась там, у этого ларька, и я прям, как Батя мой... Ну, нет, ну, что ж. Вот смотри, если бы ты подошла к тому пивному ларьку, здесь бы стоял один человек такой, значит, в берете, в очках, а рядом бы такой, знаешь... Мне кажется, его вызвали конкур. Тебя сказали, сударыня. Его одного вызывали кот-бегемот, второго берлиоз, да? Я очень уверена. Смотрите, смотрите, что такое свобода пивного ларька. Я показываю. Значит, это... Сценка у пивного ларька. У меня миниатюра. 84-й год. Проспект энергетиков в угол шоссе революции. Мой друг Андрей Константинов, он приехал из Йемена. Да, из Йемена. Вот, и мы пропиваем его чеки. Ну вот, пропиваем уже несколько дней. Тут надо еще пояснить, что такое чеки, потому что... Хорошо, пропиваем. Значит, и мы... Закончилось все, мы просыпаемся утром, и мы... А напротив пивной ларек через дорогу. Значит, Андрей в шлепанцах, в трусах и в шинели старшего лейтенанта. Ты зря переодел тазки. Обратите внимание. Могу их найдить обратно. Я в более приличном виде, но на автопилоте. И с нами такой в будущем серьезный тюрколог Григорьев. Ну вот. Мы идем с тазом. Таз. Вот таз, который мы... Мы идем с тазом. Мы не нашли... Что бы тогда? Мы идем с тазом. Мы подходим к пиволарьку, а там, ну, мужики. Никто. Вот никто. В очередь, как вы или все, говорят, все, пропускайте. То есть, как бы оно... Вот все понятно. Советская армия. Офицеры. Гуляют с тазом. Без очереди наливают. Вот так вот. И мы с тазом идем обратно. Понимаете? Чтобы пожаловаться. Или кто-то и так далее. Это мгновенное понимание. Вот что такое пиволарька. Потому что люди понимают, что проблема. Да. Проблема. Они это видят по внешнему виду. Сейчас я с тазом в офицерской шинели. Пострыкин. Смольный. Захарова что-то говорит. Все. Полторы недели новостей. Нет. Но это абсолютно правда. Потому что, конечно, таких штрихов, которых там можно было встретить. Соответственно, пивной ларек. Дальше. Бутылочное пиво действительно было редкость. Ну. Да. В Ленинграде. Я просто почему это поясняю? Потому что я когда-то несколько раз это все рассказывал. И мне многие потом писали, что все это брехня и так далее. И я понял, что, конечно, это все зависело от региона. Вот конкретно в Ленинграде было так. Да. Ну, в Ленинграде еще хорошо было, братцы. Да. Давайте перейдем к более крепким напиткам. Я вспоминаю свой дачный туалет. Ну, такой классический, с дыркой, да. Туда приходишь, и там все в этикетках. И по этим этикеткам можно было изучать союз Советских Социалистических Республик. Здесь Молдова, тут Грузия, тут Азербайджан, тут Армения, тут, значит, Крым и так далее, и так далее. Евгений, помимо, вот ты говорил, вы бухали, значит, помимо пива, что входило в рацион ваш, например? Если мы говорим о спорте, то, конечно, уже там, ну, пиво, да, там что-то, да, но понятно, что это бухали такое было. Вот, а если мы говорим, ну, про уличную жизнь, да, там, я с улицы начинал, вот, то надо понять, что алкоголь, сейчас неважно какой, он делился абсолютно тоже социально. Ну, начнем, то есть, водка – это для всех, вот, потом, ну, коньяк – это для кого-то. Ну, это такая более элитарная вещь. Для кого-то, да. Вот, говорят, там, приходишь, а он кто, доктор наук, а он из холодильника коньяк достает. Ну, вот, доктор наук тоже не знал, что коньяк в холодильнике не держит, да, вот, хотя он был доктор наук настоящий. Если мы говорим о портвейнах и вот стальной жидкости, ну, вот, то это, конечно, пролетарская история, земельная история. Если мы говорим о винах, то это интеллигенция. Вот, как бы, вот, вульгарно вот так вот делится. А я тебе говорила. Как удобно, смотри, рассматривать общество по социальным слоям с точки зрения потребления горячительных напитков. Мне кажется, вообще, знаешь, алкоголь именно в таких формах, ну, вообще, в принципе, ты же, представляешь, какая тонкая грань между тем плато, где ты алтаж, не вывозной, а между тем, когда ты пьешь марочно. Потому что по-разному и пили. Улица пила в сквериках, там, в парадных, гитара. Классическая история в Афоне на троих сообразить, да? По 150 пока не началось. Если мы внимательно смотрим, там, ну, я не знаю, Высоцкого, да, по 170 граммов на брата. Почему 170-то? 170. 170. Почему 170, Таня? Почему 170 на брата? Внимание, кто хочет стать миллионером? 170 граммов. Варианты ответа. Так, слушай, 170. Для рифмы Высоцкий сказал что-то. И вам достается... Вот в мешке, блин. Почему 170? Ну, потому что пол-литра на троих. Пол-литра на троих. Вот ты представляешь, вот сейчас, вот ты идешь, и к тебе под... Ну, не к тебе, да, к тебе, конечно. К тебе подходит девочка красавая и такой белый, и башен кататься, да? Ты мужчина. Допустим, да. И к тебе подходит мужик и говорит, будешь третьим. Конечно, да. Жизнь одна. Но просто сейчас, если к тебе подают, будешь третьим, ты посмотришь на него и подумаешь, а, хорошо, но мы с тобой два мужика, а третий, ну, я надеюсь, это женщина. Тогда я буду. А если он тебе скажет, нет, третий тоже мужик, потому что надо выпить 150 плюс довесочек, и это как бы одно на троих, и это то самое, чтобы как бы, ну, вот... Вот ты представляешь, насколько вот такие, вроде бы, казалось, примитивные вещи, которые составляли, там, не знаю, прошлое в вашей жизни... Это код, Таня. Так я об этом же, что, представляешь, насколько это такая тонкая настройка, понимаешь, вот этой человеческой душевной организации. Как и мод здесь сейчас. И какая пропасть между теми, кому вот до этого вообще нет никакого дела? Да, вот она вот здесь себя вот наблюдается, вот я ее уже вижу. Тонким ручьем. Это бездно. Нет, не так, это просто утеря кода. Мы же, ну, давайте поумничаем, мы когда читаем Евгения Онегина, да, мы, ну, не знаю, там, пусть половина мы не понимаем юмора, ну, потому что ушли коды, ушли эти и так далее. Ну, да-да-да, Евгения Онегина, в Пушкинский дом, пожалуйста, да, мы это признаем. И когда мы говорим по 170 граммов на брата, это тоже код. И все люди, которые тогда жили, они четко понимают, про что он сказал. А другой человек, он говорит, он просто пропускает это. А если его спросить, он скажет, ну, наверное, для рифмы, Высоцкий для рифмы, да, ну вот, и так далее. Поэтому это нормально, что коды забывают. Так есть тогда, получается, смотри, какую миссию, Пашка, делаем. Вот эту информацию, понимаешь, в массы несем. Очень полезная такая информация, без которой невозможно жить. А теперь смотри, как может быть, вроде бы, казалось, бесполезная ерунда. Да, я миссионер. Стать максимально полезной. Существует терминология на сегодняшний день, когда все вот эти вот воспоминания прошлого применяются, к примеру, маркетологами по всему миру, да, и создается из этого настоящее будущее. И мы же повторяем вот это вот увлечение каким-то там, ну, событием или каким-то временем. Примерно получается раз в 20 лет. Мне кажется, фраза «давай поумничаем», ты как-то слишком ее близко к сердцу. Это моя сегодня роль. А ты знаешь, почему я миссионер? Потому что я люблю миссионерскую позу. Давай, ну, конечно, ну, конечно. Спасибо, спасибо. Это был мой звездный час, боже. Шутки за 30. Чем взять мне этот зал? Ладно. Знай, как тебя любят и ценят. Спасибо большое, большое спасибо. Тишина тоже тогда, пусть может. Таня, задача – генерировать старый код сегодня? Нет, задача не в этом, задача в том, что это вот такой, да, брейншторм для всех. Но в этом случае, раз мы бесконечно повторяем прошлое, то тогда что из прошлого можно и нужно повторять? Или это просто должен быть набор? Смотри, мы с тобой сейчас собрались для того, чтобы делать какие-то модные футболки, да? Все, все. Например, вот, смотрите. 1800. Паша, все, все. Или сколько? Все. А я молчу. Это уже не носит. Значит, и так. Да. Ну, с футболкой там качество, о чем мы будем говорить? Мы должны что-то напечатать. А мы с тобой сейчас говорим о кодах, да? Все, поехала. И так строился бизнес. С вишенковым. Первая конная. Братишка Буденный. Ага. Да? Вот. Ну, я сейчас тебе накидаю. Даже те же 170, понимаешь? Это же можно как выстрелить. 170 на брата тут как бы тяжелее. Ну, по крайней мере, что я делаю, да? Я беру миф. В данном случае миф гражданской войны, да? И перевожу его на футболку. Что я делаю? Я делаю че-гевара. Потому что если мы подойдем ко всем людям, которые носят че-гевара, да? То я уверяю, что 90% вообще плохо понимают, где кубы. Я тебе больше могу сказать, если бы они знали, что че-гевара творил, они бы его сняли и выкинули бы эту футболку. Это уже не имеет отношения, да? То есть как бы это так работает. Поэтому братишка Буденный, нормально, модно, как бы человек может спросить. А если человек понимает это, да, он будет, значит, первая конная. А здесь еще какая-нибудь там из соцреализма, да, какая-нибудь графика. И нормально пойдет. Почему? Потому что это не про гражданскую войну. Это миф. Миф. Пивлорек тоже миф, да? Если человек это понимает. И мне кажется, ну, мне кажется, это, кстати, не я это придумал, я просто согласен с этим. Есть история ностальгии, то есть, вот... Но она первичная. Да, история ностальгии, это нормально абсолютно. Что такое ностальгия? Ну, это форма любви, это абсолютно нормально. Есть история псевдоностальгии. К чему-то старенькому? Да. А псевдоностальгия, мне кажется, это очень просто. У человека отрезали ногу, а она болит, да? Врачи об этом могут прочитать целую лекцию. Так вот, псевдоностальгия, это у тех, кто не был у пивного ларька, кто не понимает 170, да, и который как бы начинает влюбляться. Это абсолютно поколенческая вещь. То есть, получается, вся романтизация прошлого, ну, на примере, да, огромного количества примеров. Такое ощущение, что научный семинар какой-то попал. То есть, давайте сделаем выводы. А это она начала. Давайте зафиксируем эту таблицу Excel. Она начала, она закончила. Ладно, хорошо, давай, следующую веселую тему. Или о чем мы не договорились. Следующая веселая. Нет, ну, правда, слушай, романтизация ведь получается, она же, ну, во всем, в том числе… Сейчас идет романтизация всего советского прошлого. И особенно вот этого периода… Да, переходного. Понятно почему, потому что, ну, опять-таки, Советский Союз – это некий миф. Миф, да, который сейчас начинает опять к нам приходить. Да. Можно только одну секунду? Да, конечно, можно. Те, кто шли сегодня с Невского проспекта, быть может, увидели на Казанской улице, в самом начале, там, где пересекается Невский проспект и Казанская, стоит Икарус старый. Т-72. Тех самых времен. И проводят, то есть, висит, да, что экскурсия начинается там в какой-то… Экскурсия по Ленинграду. В какой-то Ленинград. И я когда иду по городу, и все больше и больше, да, с каждым, ну, не днем, с каждым, там, не знаю, месяцем, я вижу все больше и больше продуктов, которые предлагают нам купить Ленинград. Я вот думаю, а зачем? Вы тут собрались, давай. Саботаж. Стоп, стоп. Зачем? А сейчас песня. Вот в чем вопрос. Быть или не быть. Итак, кто может встать и в двух словах ответить Татьяне? Зачем? Спасибо. Идите сюда. Идите сюда. Как? Да, да, давайте. Как вас зовут? Олег. Олег, зачем? Потому что покупают. Хорошо, спасибо, Олег. Олег, вопрос. Ответ из серии «Спасибо, Кэп». Нет, ну, молодец, все, отлично. Нет, ну, правда, смотри, ты же тоже выбираешь тему, когда для разговора сегодня, да, ты же тоже берешь вот этот, ну, там, этот период. Да. Ты же не берешь там 20-й, например. Но покупают это, как бы, следствие, да. А вы, между прочим, билет купили на эту тему. Да, да. Давай, хорошо, мы этим закончим, да, перейдем к следующему, да. Ведь мало того, что надо что-то пить, надо еще что-то есть. Да. Отлично, друзья, мы переходим к следующей теме. От Высоцкого к Розенбауму. Любой набирает в Ютьюбе, Розенбаум, цена хлеба, по-моему, или хлебная песня, что-то такое. Городская 7 копеек и батон за 22, да. То есть, ну, понятно, вроде про что говорится, но это же тоже код. Вот, я не думаю, что мы сейчас, когда, то есть, каждый ходит туда-сюда, значит, покупает какие-то хлеба, я не знаю, остается ли вот эта цена сейчас у кого-то, я сейчас спрошу, так, какая цена, и так далее, и так далее, да. Она, мне кажется, не остается. А сейчас потому что цены скачут, а тогда они были примерно одинаковые. Они скачут, есть какой-то набор, и так далее, и так далее. А городская 7 копеек, батон за 22, да, ну, как бы, вот, да, это кодовая история. Потому что городская и газировка, да, это из кимо, как, ну, он правильно говорит. То есть, как бы, это вот такие вещи, а почему так? Потому что, потому что мало. Да, я помню момент, от которого многие обалдевали, когда ты макароны ешь с маслом и закусываешь булкой. Да, разумеется. Вот, понимаешь, вы прикидываете, сейчас вы приходите в модное кафе, где там вот это вот, у нас сегодня бранчи, тыквенные драники, там вот это все, и, значит, на кокосовом молоке, тра-та-та. Я просто помню, у меня была подружайка, она говорила, я говорю, как это можно, да. Дело в том, что в этом нету, мы сейчас, мы сейчас же без плюсов, без минусов говорим об этом, да, мы просто говорим вот о таком мифе. Около станции метро Васильостровска продавали там мороженое, я помню, там 10 копеек, 11 копеек, 13 копеек, 15, 17, 22 и 28. Я помню, я же помню не потому, что я подготовился, я просто помню. Это же была такая большая стабильность. Вопрос, почему я это помню, не потому, что я постоянно покупал, ходил и так далее, и так далее, потому что это для меня были такие вот, то есть посмотреть, купить, я хочу, а денег не было. А 28 копеек, это был такой пломбир, который был сверху шоколадом и с орехами. Это было, ну, это примерно тоже, ну, сейчас, если я скажу, там, краба принесли, чепуха, ну, чепуха, ну, краба принесли, но без краба мы как-нибудь здесь поговорим, правильно, да? Ну, вот, то есть это, там, дело не в цене. То есть я приходил на станцию метро Васильястровская, да, и я смотрел на вот эти 28 копеек. То есть это было что-то такое невероятное. И я съел эти 28 копеек, потому что мы, ну, там, ну, уличная жизнь была, и у меня была задача, 28 копеек. Ну, и в одной ситуации уличной, там, в драке и так далее, и так далее, да, я их достал. Ну, я четко понимал, что... Ну, просто попросив у человека. Да, 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 мы попросили, мы дрались за это, я четко понимал, за что я дерусь с петроградской шпаной. Чтобы задать вопрос. Вот там впереди... Дай, пожалуйста, 28 копеек. Вот, и я пришел, и две копейки сдачи еще получил, и так далее, и так далее. Ну, хорошо, что копейками сдачи получил. Хотя, поверьте, там, в 12 лет, там, драться ремнями, это, ну, не просто, но это... Это не мечта, это другое. Поэтому, конечно, я запомню, я сейчас налей 5 стаканов водки и скажу, я скажу, 28, все, вот так вот так выглядит. Это цены... А про другое я забыл. Цены же были стабильными годами. Конечно. А вот тебе сейчас скажи драться ремнями, ты ведь попрос, что это другое подумаешь. Я не знаю, сколько стоит греча, понимаешь, каждый раз сюрприз. А я знаю, да, я хожу в аккей. Да, у тебя очень стабильный магазин. Скажи, пожалуйста, Жень, если мы говорим про традиционную закусь, ну, вот, например, да, давай тоже ее разграничим. Давай разграничим закусь бытовую, когда вот по 150, и закусь, когда вы уже, ну, как-то целенаправленно собрались с кем... Я сейчас не про застолье, да, а вот, ну, вот уже как-то так, не на улице там, на лавочке, а, допустим, у кого-то, да. И здесь, опять же, да, если мы говорим закусь, ну, просто мы собрались, да, я говорю, Паш, привет, пошли, там, ты сосед или так далее летали, а то... А я мне... Что? Пожалуйста, мужики. Ты что-то такое про белки говорила, там, про вот пиво... Я тихо буду, я буду молчать. Плато! Еще скажи купаж. Я буду молчать. Тонинный вкус, что ты там мне вещала тут на днях? Я вещаю, буду молчать. Что мы делаем, значит, мы с тобой берем либо водку, либо мы берем портвейн. Ну, и можете меня тогда не брать, конечно. Ой, извини, я тебя переблю, это правда, я-то это очень смутно помню, но я-то тут просто от многих слышал, что портвейн стоил дешевле водки. Конечно. А, ну все, вопрос закрыт. Почему его пили все рокеры, и Джана Стингри говорила, вообще-то это не портвейн. А потому что она портвейн пила в Португалии. Почему Павел так спрашивает? Потому что сейчас портвейн, да? Да. Конечно, он кратно дешевле. Я просто помню эти три семерки, которые, ну вот. Поэтому мы буквально с тобой, вот, дальше, дальше, и что мы берем? Там, когда колбасу докторскую или там любительскую, да, там хлеб, масло, сейчас скажу. Может быть, пельмени, потому что пельмени тоже, вот так не пошел, не купил, да? О, выкинули, да, берем пельмени. Вот. Сыр. И в принципе, это закусь. А печень трески, пожалуйста. Татьяна, здесь уже не пропасть. Едем с Пашей в ферму. Нет, нет, ну правда. Печень трески. Печень трески же входила в эту корзину. Да, я вспоминаю, как мы... Паша, одну секунду. В какую корзину, Таня? Продовольственную корзину. Правда, правда. Ну пожалуйста. Это прекрасно, похлопанишь. Ну пожалуйста. Откуда взялась продовольственная корзина? Корзина, из новостей. Индекс Макдака. Продовольственная корзина. Ладно, тогда... Мрот. Ладно, тогда объясните мне, почему... Тебе в рот. Почему... Это очень красиво, с фольгой сразу. Почему тогда у людей, поколения, сейчас скажу, рожденных там 55-й год, бабушка моя, есть еще несколько взрослых друзей в моем окружении, конкретного этого года выпуска, и они к печени трески относятся и говорят каждый раз о том, что это какой-то вожделенный продукт на столе. По поводу бабушки. Где она жила? Кем она была? В Ленинграде. Кто был муж? Сколько он зарабатывал? Нормально получается. Нормально это не ответ. На продуктовую корзину хватало. Ладно, остановимся наш в ротах. Бабушка преподавала русский как иностранный, а дедушка был директором ресторана. Я услышала вас. Вот она треската откуда пришла. Откуда пришла? Окей. Поэтому мы остановились на такой закуске. Дальше. Дальше мы с тобой кто-то. Ну вот, что у нас получается с закуся? У нас получается, ну, допустим, мы кто-то, такой статус, да? Ну, бытовая история. У нас с тобой водка, но с завинчивающейся крышкой. То есть точно такая же, один в один. Но крышка не вот эта вот ерунда, да? А завинчивающаяся. Оп, поставили винт. Надо пояснить, Танечка, что еще были еще пробки, которые вот так вот, их вот так вот... Это я в курсе. Заусенчик такой, ее так сдираешь. Так такое и сейчас есть. Так, тихо, мнение зала, тихо. Инженер! Как? Нет, мы инженер. Инженер? Да, инженер. Потому что мы можем... Инженер, я даже не знал этого, видите? Нет, а этот, почему-то не было в трагере. Расскажите, пожалуйста. О, говори. Смотри. Смотри, кто и экономили, в общем, получалось в трагере без развлека. То есть у него вот этот большой трагер, и его не содрать. Голубь никак не содрать. И, в общем, как приезжие люди ходят, спрашивают, как она была в народу простого. Они говорят, понимаете, без развлеков вода, то есть давайте как-то, ну, что... Вот сейчас сказал, посольская, посольская, да? Вот, вот, товарищ сказал, посольская, да? Раз сразу, что такое посольская? Посольская, это уже не про нас с тобой мы собрались, понимаешь? Это про Александра Галича, если мы вспомним, да? Про нее! Пьем там особую, посольскую и так далее. Мы все эти коды можем найти у Розенбаума, у Галича, у кого угодно, да? Вот так вот. Да, вернемся, да. Водка с отвинчивающейся. И вдруг я достаю из холодильника вот такой вот кусочек твердокопченой колбасы. Вот такой вот. И вот такой вот. Ой, и сейчас я со своей печенью трески просто, понимаешь? Я потом расскажу из Довлатова отличный эпизод. Вот, достает, такой, опа! И я его так снимаю, так нарезаю. И у нас с тобой винтовая водка. И вместо колбасы вот этой, да, мы так, опа, ну. Все, у нас, ну, рейтинг. Мы же серьезные ребята. Я серьезно говорю. То есть, если кто заходит, грубо говоря, зашел кто-то, он мгновенно это читает. Вот просто он мгновенно это прочитал. Типа, нормально живем, да? То есть, вот, это, знаешь, а у нас с тобой еще поодноразовые зажигалки у каждого. И пачка Мальбора. Он заходит, а мы говорим, угощайся. Опа! То есть, ну, явно нетрудовые ребята. А чем бы вот вы тогда занимались? Кто так мог себе позволить делать? Ну, кто ремнями умел 28 копеек доставать. Значит, дальше идет вот такая социология. Значит, вот, значит, это твердокопченая, это самая зажигалка Мальбора, да? Мальбора как кот. Что это за человек? Это человек, который носит кроссовки. Вот такие джинсы. И человек, который так в бар заходит и ему говорит, о, привет, заходи. Это этот человек. Кто это такой? Дело в том, что конец 70-х. Там несутся уже фарсовщики. Конец 70-х, да, то есть, как будто, ну, вот, начинается развал. То есть, что происходит, главное, в головах людей? То есть, все работают, и партии, и демонстрации ходят, и так далее. Но ясно, что первым человеком, то есть, ну, в газете, правда, понятно, кто первый человек. Это не обсуждается. 21.00 идет программа «Время». Там понятно, кто первый человек. Но мы все знаем, что первый человек – это официант, это бармен, это таксист, это мясник, это сфера торговли и так далее. То есть, сфера обслуги. И все знают, что они первые. Они могут все. И именно они могут вот это нарезать, вот эта самая, вот эта одноразовая зажигалка, вот эти джинсы. Все. То есть, декларируется одно, в действительности другое. И, ну, кстати, отсюда произошли спортсмены, да, когда спортсмены обиделись, так сказать, и вошли в торговлю. Ну, вот и так далее. Но это отдельная история. Вот, поэтому и эти люди уже, Паш, мы уже с тобой не будем сидеть у себя, во-первых, жена или мать, кухоньки маленькие, мы сидим и так далее, и так далее. Снимать квартиры тогда было не принято. Мы с тобой пойдем в бар, в кабак. Ну, что нам на кухне-то? Если у нас по одноразовой зажигалке мальбор и джинсы, что мы на кухне у тебя делаем? Так вот, короче, про колбасу у Довлатова. Моя любимая история, я всегда ее рассказываю, когда вожу воду в дворах Довлатова. Он писал, я не помню фамилии, короче, какой-то писатель, его кореш в Москве, у него была бутылка водки и 400 грамм сервелата. И он встретил красивую девушку, знакомую, и говорит, приходи ко мне домой, у меня есть 400 грамм сервелата и бутылка водки. Она пошла к нему в гости и по дороге встретила какого-то еще кореша. Он говорит, ой, пойдем вот к тому, у него есть бутылка водки и 400 грамм сервелата. Он стоял-стоял, ждал ее в окне. Когда он увидел, что она идет с каким-то мужиком, и пока они поднимались в лифте, он успел выпить эту водку и сожрать ее 400 грамм сервелата. Понимаете? Сервела то же самое, да, вот эти, что, ну вот как бы ассоциация, 80, да, 83 год, я первый день на воротах в баре, вместе с Бенни, с таким, с боксером. Ну вот, и тишина, абсолютно спокойствие, никаких конфликтов не было. Вот, и бармен дает мне, говорит, слушай, 25, говорит, ну если надо, говорит, кэшем, да, наличкой. Ну, говорит, и отдает такие две, четыре полные этих твердокопченые колбасы. Слушай, как бы такой вот символ. Я говорю, нормально, давай, взял. И я, значит, Бень говорю, слушай, ну деньги так, и, значит, ему две эти палки. Он говорит, это за что? Я говорю, слушай, ну поработали, поработали. Он говорит, нам что, говорит, убить кого-то надо будет за это. Ну вот, то есть, как бы, то есть, вот, а что это такое? Это мастер спорта, трехкратный чемпион города Ленинграда по боксу, который, у которого было две тренировки в день, который, там, где-то подвешен был на заводе, там, слесарем, а ему, там, капало еще, там, 72 рубля, якобы он слесарь какого-то мелкого разряда, да? Вдруг он вообще ни за что, да, ему дает деньги и, главное, символы могущества. То есть, он спрашивает, как бы, а кого? Колбаса – это была валюта, на самом деле, да? Все является валютой. Но я имею в виду именно такая, твердокопченая и сырокопченая. Вы слышали этот анекдот уже, наверное, бородатый, когда дефицит в дефиците несет дефицит в дефиците? Надо пояснительную бригаду? Сантехник, который несет колбасу, да? Сантехник в дубленке, который несет колбасу. И есть второй анекдот, который, по-моему, рассказывал даже один из, уж, по-моему, даже, не буду врать, чуть ли не президент американский, который привез из Советского Союза этот анекдот, где, значит, мужик из Советского Союза приходит покупать автомобиль. Это Рейган рассказывал. И, значит, заказывает машину, ему говорят, машина будет через 10 лет. Он говорит, утром или вечером? И он говорит, мужик, ну через 10 лет, тебе какая разница? Он говорит, ну там просто у меня утром сантехник. Это в плане дождаться чего-то, да? Слушайте, ну а фоню? Да, да, а фоня это очень показательный. А фоня полностью, полностью показано, как это работало. С применением драматургии, ну, тем не менее, это так. К третьей и заключительной части нашего Морелизонского балета. Сейчас мы еще тут выясним, я чувствую много чего. Если все-таки это происходит в квартире, в квартире есть набор обязательных атрибутов для всех советских людей. Скажи, пожалуйста, в какой, тогда не было слова дизайн, прошу прощения, да? Не было. А уж тем более авторский дизайн и прочее. Давай, Женя, мы с тобой опишем такую стандартную советскую квартиру, да? Из чего она состояла? Ну, тогда мы должны определиться, стандарт это человек, который... Сейчас бабушке к моей нет, мое дело. Не бармен, да? Не бармен, да. Который инженер или мастер на заводе? О, давай, и то, и другое. Разные истории будут. Давай, давай. Ну, во-первых, давайте так, квартира. А можно я сразу уточняю еще вопрос? Квартира, которую... Ну, то есть, всем давали квартиры. Да, да, да. Нет, нет, ну, может кто... Пришла на Балтийский завод. Смотри, как ручеек, да? Ручеек стал уже. Нет, нет, правда, можно было... На проходной, прямо. Нет, ну, серьезно. Как в любом другом случае, если это не про квартиру? Братцы, ну, давайте так. Еще, там, 20 лет назад, при каком Советском Союзе? При буржуазии, да? Весь центр был в коммуналках. На 38 комнат всего одна уборная. Это не... Нет, смотри, Жень, квартиры, конечно, давали, безусловно, да? Да, но это было, во-первых, не массово. Это раз. Во-вторых, иногда, вот, например, у меня конкретная история, нужно было отучиться в институте марксизма и ленизма. Да, да. Сейчас я скажу, что такое квартира. У каждого из нас есть какой-то квартирный вопрос. Дети, там, внуки, там, еще кто-то, да? Да, и все хотят что-то большее, и имеют или не имеют возможность. Что такое квартира? Объясняю. Беру кого-то из вас и говорю, так, в чем проблема? Вот я с мужем, с двумя детьми. Так, этому ребенку и этому ребенку по квартире. Так, у тебя уже три. Слушай, у меня мама в коммуналке. Так, маме квартира. То есть, как бы, я беру сейчас и даю вам шесть-семь квартир. Вы такие, опа, вот это и есть квартира в Советском Союзе. Вот примерно вот такой вот, да, вот такой уровень. То есть, все дети, внуки и так далее. Вот одна квартира. Тогда я понимаю, почему скучают. Очень становится ясно. Это другое. Потому что это было не массово. Не давали это, мягко говоря, не всем. Я и спрашиваю. Нет, не массово. То есть, львиная доля остается все-таки в коммунальных квартирах. Ну, нет, львиная, но есть, конечно, на вас. После уплотнения обязательно в коммунальных. Мы сейчас не про это, да. Мы сейчас говорим о том, что в квартирах, разумеется, есть символы достатка. Вот, вот, пожалуйста. Символ достатка советского человека с точки зрения дизайна и обстановки. Ну, есть, ну, первое, это цветной телевизор. Цветной телевизор. Его можно иногда накрывать такой... Не иногда, а всегда, потому что все женщины вяжут. Я на приятной не шутке. Все женщины вяжут там. Цветной телевизор, конечно. Потому что это все либо по блату, либо там, либо-либо-либо. Отсюда мастер по ремонту телевизоров. Это очень хорошо. Да, при этом абсолютно, вот, когда мы говорим цветной, вот, не надо вот это вспоминать, вот, что у нас там сейчас, да, и качество цвета идет на втором товарищей месте. Понимаете? Само наличие цветного телевизора, оно намного важнее, нежели что-то там неправильно вместо синего что-то зеленое показывает. Ну, как бы так работает. Тут я, Жень, с вами сближаюсь, потому что было, и у меня был, я рукой переключала канал, и нужно было ударить лампу в этот телевизор сбоку. А это не считается. Допустим, остаются еще ковры, они остаются, да. То есть, как бы, ковер, он, ковер, который лежит на полу, это такая, это такая, это все-таки это от профессора Преображенского, да, потому что ковер, он создан для того, чтобы, как бы, быть, показывать. Для того, чтобы пальцем по нему перед сном водить. Да, и так далее, да. То есть, мы можем, вот эти стенки, если что-то так сказать, стенки. Венгерские, там, в 80-е, это венгерские? Ты махнул, венгерская стенка, где ты купишь венгерскую стенку? Там были, там, ГДРовские, там, и так далее, и так далее, то есть, стенка, и в этой стенке есть бар. Что это такое? Это вот такая вот, отворотность, да, и там зеркало, там зеркало, ну, такой, как бар, да. Вот эта стенка с этим баром, и абсолютно неважно, да, что там, что стоит. Там на Новый год. Да. Там всегда на Новый год. То есть, грубо говоря, человек получает удовольствие не от применения чему-то, да. Но он ничем не отличается от того, что происходит сегодня, да, мы говорим не про какого-то человека, мы говорим про себя. Сейчас по Невскому проспекту едут некие большие какие-то дорогие автомашины, и каждый владелец может рассказать, сколько там лошадей, как это, что там играет у него и так далее. У меня вопрос, сколько, да у меня там 400 лошадей, у тебя средняя скорость по Невскому какая? Он говорит, 18 километров, а зачем тебе 600, понимаете? Но он же не для того, чтобы ехать, да, он едет. То же самое и тогда, только сейчас автомашина и что-то еще, да, а тогда это так работало. Но вот эти вот вещи, стенка и так далее, потом тот же пылесос, да, то есть пылесос может быть польский. А им можно было белить потолок. Да, да, и так далее. Потом плитка, там кафельная плитка польская или там румынская. То есть вот само, понимаете, когда… А вот ты это пропустила, ты даже не понимаешь, что она не понимает, что пылесосом, который белит потолок, это не тот пылесос, которым ты пылесосишь. Это уже такой дачный вариант, это когда вот ты все говно на дачу вывозишь. Моя жизнь не будет прежней. Да. Никогда. Ты никогда не отдашь пылесос свой на побелку потолка. Подожди, как? Это уже должен быть какой-то старый, раздолбанный. А так я съехала из дома, потому что побелила потолок, и я добавила еще, вбелила, я добавила краску, потому что… Потому что ты богатая овца, и можешь себе позволить белить потолок из нового пылесоса. Спасибо отцу. Мыть можно было. Вот, спасибо, добрые люди, понимаешь? А у нас есть только добрые люди. Это не потому что богатая овца, а потому что советский… Это подсадной. Снова мой. Советский человек, он же, понимаешь, на выдумке как голь, он же может и палок, понимаешь, создать уюту и атмосферу. Именно это, там, допустим, тот же советский атрибут, как люстра… Не прекратишь, я начинаю, буду обсуждать Шопенгауэра, понимаешь? Нет, пожалуйста, после, после, все, оставляю. Атмосфера, слово такое атмосфера. Да вам плато не нравится, атмосфера не нравится. Пространство. Атмосфера, просто понимаешь, на максимуме все сижу. Кто-то упал в обморок? А Шопенгауэра? Скоро заканчиваем. Есть вещи, которые показывают, да, как вот, какая-то мелкая повседневность. Вот, условно говоря, колготки женские, да, я помню и… Капроновые. Я не знаю, какие. Капроновые, капроновые колготки. Так вот, соответственно, они там, их женщина задевала, да, и, значит, вот эти стрелки, да, были… Лак для ногтей. Это чтобы стрелка не пошла в момент, а потом зашить. Я помню, мать что-то такое там сделала, потом как-то сигареты прижигала, чтобы не расползала. Или просто плакать в туалете, потому что прожгли. Вопрос, да, этого не было, да, этого не было, а если ты модный и так далее, и так далее, ты как бы это носишь, да. И это не считалось чем-то, да, то есть это абсолютно нормально. Женщины красили волосы, давайте, ну, давай. Это кошмарно, чем красили волосы, потому что… Чем? Нет, я, знаешь, даже… Жень, расскажем ей про прокладки. Я красилась в белый цвет несколько раз за свою жизнь. Про прокладки даже слушать не хочу, потому что… А будешь? Что ж… Тань, как ты красила волосы? Нет, ну, слушай, я, конечно, в какое время живу, конечно, я красила уже краской, которая не сожжет тебе волосы, да, никакого… Из пылесоса? А так вообще, да, как это происходит? Хозяйственное мыло, перекись водорода, что там надо в эту гремучую смесь добавить? Волосы надо добавить в эту гремучую смесь. И хорошо, если они не отвалились сразу. Понимаете, дело в том, что ничего не было стыдного, если… То есть это было нормально, потому что все это видели и все это принимали. Разумеется, были там салоны, там красоты, ну, не красоты тогда, когда салон просто назывался, туда какие-то записи, там какие-то безумные люди были, что-то делали. Мне кажется, в парикмахерской было еще больше сбыта, чем в любом другом криминальном мире. Ну, в действительности, это простой таз, вот, сидит женщина, хна, да, и она вот так вот на… Из кны ты белым не станешь. Вот и вся история, да. Тут мужики, вы, понимаешь, безоружны вообще. Я это помню, я это помню, да. Вот поэтому к этому не надо относиться там плохо или хорошо, это было, да. Так и дома получается, то есть, ну, техника – это прям то, что делало тебя вообще королем вечеринки на целый стояк. Да, шашлычница, например, я помню. Шашлычница? А, круглые, ну, я в 90-е такие видела. В кино. Я раньше не жила. Кино про шашлычницу? Нет, ну, круглые, да, вот эти вот жаровни. А если мы перейдем от нашей кухни, да, так сказать, и так далее, в рестораны, то я бы так сказал. Первое. Я сейчас говорю официальные вещи, то есть то, что было написано в официальных документах МВД. Места концентрации антиобщественного элемента. Рестораны, запятая бары. Пойдемте, друзья мои, с рейдом сегодня по Казанской и дальше, и будем показывать так. Да, то есть это было абсолютно как бы… Подожди, Жень, а котельные? Это другая история. Это андеграунд. Потому что гладиолус. Нет, ну, в смысле, а давай-ка объясним теперь человечку, почему такая реакция. По факту, ну, то есть это же очевидно, рестораны, бары, да, где еще собираться, ну, так или иначе, формирующемуся там криминальному авторитету. Но при этом… Почему же формирующемуся? Ну, с формирующемуся. Сказал он с обидой. Не обижайся, не обижайся. Ты кого формирующимся назвала? Не обижайся, Жень. Я верну ему его Мальборо после съемки, конечно. Отними у нее одноразовую зажигалку. Котельная, как… Ну, вот ты же про андеграундную музыку. Тать, подожди, ты про разные вещи говоришь. Ну, эпоха-то одна. Это две разные вселенные. Я могу тебе пояснить про котельную? Слушай, это даже меньше, чем математическое ничтожество. Мне кажется, надо пояснительную бригаду, почему я вообще про котельную заикнулась. Потому как… Так сейчас, подожди, давай вызовем ее. Кого? Пояснительную бригаду. Виу, виу. Как мать четырехлетки. Ты думаешь долго звать ее? Мы здесь. Без этой штучки на голове не считается. Котельная становится местом работы для, так скажем, ну, творческой неэлиты, да, потому как… Творческой элиты? Нет, я сказала не творческой элиты, то есть, да, когда запрещено издаваться, писать, когда каждая твоя песня может стать последним этапом в прямом и переносном смысле, когда ты другой, когда тебе не до Мальбора и ресторана, когда… Пахнула какой-то новой газетой. Таня, Таня, видишь? Когда ты из новой газеты, к примеру? Это не про советского человека. Он называл меня братиком. Был ли такой мир? Был. Нет, он действительно, да, это 0,001%. Это, кстати, обославливаешь о первом статье из-за тунеевства, первое, прежде всего, да, то есть ты должен был где-то быть трудоустроен, а во-вторых, это именно в маргинальной андеградной среде, это было, ну, по сути, моды. Это дворник и кочегар, а еще были газовые ведь котельные. Но смотри, но именно эта история, да, становится потом таким движущим маховиком. Никаким, никаким, вообще. Это вот, окей. Таня, вот смотри. Это даже меньше, чем в Малеписе, ну, серьезно, сейчас расскажу. Куда меньше. Ну смотри, мы находимся сейчас, допустим, в середине 70-х, в конце 70-х, в середине 80-х. Ну, все, находимся. Итак, и у нас сейчас есть волшебная такая история, мы можем посмотреть и перечислить, сосчитать людей, которые достаются от Женицына, хотят достать святая, которые написали стихотворения, их не изгодают. Мы их сосчитали. Я просто не хочу быть однобокой, они ведь есть. Стоп, 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 они есть. Не плачь. 99, запятая, и девятки в конце не читали ни Солженицына, не хотели слушать никакой святая, у них были совершенно другое. Так вот, но все они, и тот, кто читает Солженицына, да, под риском, и тот, у которого есть огромные деньги, левые, и тот, и так далее, и так далее, все хотят одного. И сын в ресторан, они хотят вот такие кроссовки, вот такие, джинсы, и одноразовую джинсу. Ладно. Черт, это самый офигенный сигнал, на самом деле, вегинцы. Вы согласны? Драматургия такая. Все, это катарсинцы. Еще одно слово, понимаешь, пулакон катарс, если что-то уменьшит. Я могу привести тебе примеры совершенно другой. Давай. Вот, знаешь, есть такое понятие серебряный век. Мне отправиться туда? Не надо. И все думают, вот все ходили, и просто все читали блока, и так далее. Да, ну нет, конечно. Сколько в бродячую собаку влезает людей? 14. Ну вот, вот тебе серебряный век, понимаешь? Я понимаю, я просто... 300 экземпляров, первый выпуск армата. Ты понимаешь, вот ты нападаешь мне, а я лишь только предоставляю... Так уж, да, случилось. Начинаешься превращаться в «пусть говорят». Изначально такая позиция была на сегодняшней встрече. Я лишь говорю о том, коли бы мы не одни, и наш кухонный разговор становится общественным, что не однобоко, что всегда, когда вы ходите на эти экскурсии, когда изучаете информацию, копаетесь, ковыряйтесь, не заканчивается жизнь, ну, там, да, на ресторане. А это ты сейчас что показала? Желаемый размер. Умеется такое... И хотите эпиграф, хотите подскрипт. Да. Вот как определить, да, как человека? У меня была такая подруга, она официантка была в ресторане «Домино». Ну, вот, ее звали Наташа Билиндрясова, она всю жизнь запомнила. А «Домино» жизнь и заработок начинался где-то с 7 вечера. А где она находилась? Около Нарских ворот, сейчас там какая-то китайская что-то. Ну, вот, с 7 вечера начинался заработок, с 7 вечера уже не было мест, хотя они были, и дальше. И там бы собирались места концентрации, антиобщественного элемента. Ну, вот, у каждого антиобщественного элемента были джинсы, все это было. А до этого, до этого, ну, как бы пустовато было, и порой туда приходили нормальные люди. Вообще советскому человеку в ресторане делать нечего. Да. Вот, потому что, потому что дорого, и дело здесь нет, а ему неуютно, как бы, это как... Он чувствует себя чужим. То есть даже как в гостинице, для инстранса. Да, 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 как чужим. Но официант-то есть, он зашел. Я это лично наблюдал. Ну, вот. Ну, Наташа должна была вот этим. А что она понимала? Она понимала, что она ничего не заработает, и что это честный человек. То есть как бы он личный. Но она, ну, до 7 часов его впустили. Она подходила и говорила. Харчок, цыплет табака, конъекторы звездочки, пломбир-мороженое, что еще, товарищ? Она ему говорила, ты что здесь делаешь? Ты что за есть пришел? Почему? Потому что в ресторан не приходили есть. В ресторанах приходили гулять. А дальше место ресторана определяло тебя, да? Либо это был на Ленинском проспекте что-то, да? Либо это был центр Нева, там, Кавказский и так далее. Это уже кто-то. Но если мы сейчас поговорим с людьми, которые гуляли, я там тоже сидел в этих ресторанах, да? То мы не помним, что мы ели. То есть, ну, там, котлеты по-киевски, да? Что-то, какая-то бастурма была. То есть, это не имело ни малейшего значения. И если мы возвращаемся к бегу, когда он говорит, «Эй, человек, чего-нибудь и закусить, да?» Вот принцип. Поэтому приходили в ресторан, там, ну, принеси чего-нибудь, там, горячего, солянку какую-нибудь. То есть, человек, который читал меню, это уже не наш человек. Понимаете, да? То есть, это так работало, да? А у вас паржа свежая. Да, это так работало. Поэтому именно там, именно там, да, это как бы, да, оно все... И это была мечта советского человека. Но он туда мог попасть. Там, свадьба, диссертация, чтобы пригласили... Какой-то странный молодой человек пригласил девушку. Он хочет что-то такое. Ну, странный молодой человек. Потому что он сидит, а рядом там пиковые, блатные, спортсмены, хозяйственные работники, портаппаратчик, который там что-то такое показывает, да? Ну, зачем ты туда ведешь девушку? Константина в чеке пробивается. Вот когда... Друзья мои, в общем, что я могу сказать. Мечта всех советских людей существовала. Теперь каждый из вас может пойти в ресторан, и вы там туда идете, именно поесть. И вы еще будете выпендриваться и говорить, что что-то как-то вот так-то и это. Три вопроса. Есть возможность задать у кого-то из вас. Если они есть. Я искренне надеюсь, что их нет. Но вдруг они есть. Почему же? Так, есть. Давайте. Я сейчас попробую протянуть микрофон. Мне сказали, микрофон, микрофон. Тебя хватает, да. У меня на самом деле два вопроса. Первый вопрос. Если в советское время собирались на столу, и вы как бы это застолье, то какую песню Чечески пели? А кстати... А песни пели в моих котельных. В котельных, да. Другие песни. Давай сразу второй вопрос, чтобы... В советских фильмах, показывают очень правильного инвестиционера. И мне очень интересно встречали люди в своей жизни. Его, который вы показывали, да? Я. Того самого. Я делаю правильного инвестиционера, который не правдер, но действительно верил в правосудие. Я бы не смотрела программу с вами. Было интересно. Я понимаю. Я понимаю. Смотрите. Во-первых, спасибо за вопросы. Как ты зовут? Как? Мариночка, спасибо большое за вопросы. А, Полина? Полина. А вот все, теперь Марина. Все. Позапитаться. Песни. Кстати, тонкая история. Опять же, песни начинают делиться. Кто мы? Давайте так. Принято было... То есть, если мы дружные, мы как бы советские и так далее, квартиры же маленькие. Ну, давай так, сначала. Традиционное семейное застолье. Где там и бабушки... Ну, не было. Не было этого. Не было. Вот смотрите. Два стола. Положили что-то. Кто-то соседи принесли какие-то табуретки. Кто-то что-то положил. Все собрались. Водка. Выпили. И вот это что-то такое. Советские люди выпивают. И в этот момент могли быть песни. Но здесь песни будут абсолютно... Сняла решительный пиджак наброшенный. Все. И притом женщины умели петь. Это одна история. Решили. Вторая история. Это будет мы с Пашей. У нас это колбаска. Это будет другая. У нас будет магнитофон. А раз у нас с собой по Мальборо, то у нас с тобой японский двухкассетник Шарф. Это, конечно, Аркаша Северный. Да. Аркаша Северный это самый первый считается у нас как бы блатник Шарф. Да. То есть это Аркаша Северный. Нет, ну Высоцкий еще можно быть. Высоцкий. Ну, как бы если мы... Высоцкий все-таки это мы уже с тобой что-то такое... А можно напеть Аркашу Северного? Да. А я не Аркаша Северного. Опа! Аркаша Северный это Высоцкий. Для тех, кто хочет подумать, это миллионы людей. Аркаша Северный это миллионы людей. Это не правец собой. Это человек, который покорил вообще Советский Союз. Вот, ну, вот это такие песни. Значит, у тебя в кочегарке понятно. У меня Цой. Три с половиной человека. Вот, они что-то там изобретали. Да, они потом вспыхнули. Но пока, так сказать, они несчастны. По кабакам. Они несчастны. Вот, если мы говорим о кабаках, да, то, разумеется, как в фильме, когда Цой слушает, а ему там женщина говорит, да, вы обязаны. Все это было прописано. Как одеваться, что можно, что нельзя и так далее. Дальше очень просто. Директор ресторана – это буржуазный человек. Он не обращается никому, если что-то разобьет. Он делает на свой счет. Он решает, почему у него хорошая бустурма. Он делает это. Он делает это. И ему нужна посадка. А посадку нужна что? Людей, антиобщественный элемент, который имеет нетрудовые деньги. Все. Иначе он не зарабатывает. Но, мне кажется, Вася это очень хорошо показывает. Да, ему указано это. И он решает где-то вопрос. И это итальянская эстрада, да, и так далее. Вот, там, середина 80-х, если бы мы пришли куда-то, вот эти вот кутунья, да, и так далее. И тогда, там, песня такая была «Бракадавра». Это была абсолютная «Бракадавра», никто не понимал. Само слово «Бракадавра» они могли перевалить, да. Но оно везде галдело. Это было неправильно. Это было, ну, не по указке. Но это все работало, и все решали. Вот, как бы, это совершенно разные песни. И человеку, который, женщина, которая поет вот этот вот про пиджак, да, ей некомфортно в этом баре. Она туда не пойдет. А эти ребята, как бы, они так, ой, извините, мы-то не туда попали. Это совершенно разные слои. Вот, теперь очень коротко про честного милиционера и так далее. Дело в том, что любые вопросы конкретные, они настолько неточные, что неверные, да. Не бывает никогда честного... Ну, вы видели человека сплавного. Не, но они бывают в фильмах и с реализмом. Дело в том, что мораль исторична, честность исторична, законы историчны. И в каждый момент есть некие грани, которые нельзя переходить. Вот. Но милиционер в центре города – это не милиционер в Купчино. А милиционер в Купчино – это не милиционер в владейном поле. А в владейном поле – это не в Воронеже. Это разные совершенно милиционеры. Законы одни. Потому что в владейном поле он, участковый, думает, как ему чуть-чуть там дадут колбасы, еще что-то, чтобы он закрыл глаза и принести домой. И больше он ни о чем не думает. Все. А в центре города точно такой же милиционер. Старший сержант, который получает такую же заработную плату. И он похож на него. Я просто вам рассказываю, как это работает. Но не для того, чтобы там... Итак, коротко. Зарплата ленинградского бога главы Комитета государственной безопасности Ленинграда и Ленинградской области, допустим, 460 рублей. Ну и плюс в месяц. И плюс власть недосягаемая. Сейчас вот это вот. Все это. При средней зарплате в власти. Сейчас мы про власть. Тогда это... Его не видел никто, да? Если он что-то подумал, стало плохо. 460 рублей. И так же у него каким-то образом появляется что-то в холодильниках, что-то появляется. Он об этом не думал. Все. Это сверх. Зарплата старшего сержанта милиции, который вот... Он пришел в центр работать. Он служил в армию, там что-то такое. Какие-то курсы прошел. У него была, допустим, там 85 миллионов. Ну и плюс. Ну кто ты, да? Ну кто ты? Руки убери. Ну вот. А теперь внимание. Был пост, который был около гостиницы европейской. Сейчас Гран-Поделли Европа. Человек, который туда ставился, ставился не командиром отделения. А там он... Поверьте. Сейчас мосты легче построить, чем тогда поставить такого человека. В день ему давали 300-400 рублей. В день он получал столько, как глава КГБ Ленинграда, Ленинградской области в месяц. Понимаете? Все. Оставаясь при этом предельно чертой. Вот и все. Да. Это работало так. А тот же сержант в Колпино, он помыслить о таком не мог. И он так же смотрел на одноразовую зажигалку. Поэтому бытие определяет сознание. Всем кроссовки. Всем кроссовки, всем одноразовую зажигалку. Есть еще вопросы? Так, я не знаю, дотянусь ли я там. А давайте... А, мне кажется, да. О, такой рзычный голос. Это Аркадий с цунами. Давайте, наш вопрос. Вопрос такой. Смотрите, есть в СССР были страны по шансу договора. И почему... И те другие, кто-то строит в Луне. Восточный блок, ему очень называют. А почему вот у курса течения ресторанов так разница? Ну, на это очень... Ну, ладно, ответить. Это самый очень простой вопрос. Есть у картюльников такое, такой же полупокер. Вот. Они полу, понимаете, да? Ну, сейчас мы уйдем в традиции, в то-се-пятое-десятое. Но, давайте четко определим, что то, что производилось в Венгрии, в Польше, в Румынии, даже в Болгарии, даже в Болгарии, там лечо привозили туда, оно являлось очень важным. Там, венгерские сапоги, польское пальто. Ну, кажется, это же наши братья, да? Ничего подобного. Это практически ты вот как бы все, окно в Европу, да? И никто не знал, советский человек не знал, как это устроено. Да, он иногда бывал, там, они не были, во-первых, не коммунизм уже строили, а социализм, да? Потом у них было очень много, ну, частного, частные пивные, частные магазинчики и так далее. Мы об этом не знали и знать не хотели и так далее. Поэтому они были вот между ними и нами. И, конечно, культура была другая. Но, когда касалось денег, ну, в 70-е, 80-е годы, это не только финны, ну, которые к нам приезжали, понятно, для чего, да? Гулять и так далее, и так далее. Ну, потому что копейки стоят. Это поляки, это румыны, это корабли поляков и румынов. Вот просто корабли. И они так же, как мы потом ездили в Турцию и привозили оттуда, да, все подряд, они так же везли свое, любимое, да, самопал польский и так далее, и так далее. И здесь на галере он шел прекрасно. Их так же кидали, обманывали, в честную с ними играли. Но поляк, грубо говоря, с рейса или с корабля, да, это был, ну, это был, вот финн не был иностранцем, а поляк был иностранцем. А вы не были в Берлине, случайно? Вот там очень интересно, я по следующему экскурсию там родил, очень интересно сравнить западный и восточный Берлин. Потому что в восточном Берлине, в принципе, стоят те же самые корабли и те же самые хрущевки. Но, таки, есть большая разница, да, они выглядят совершенно иначе. И вообще, как бы, вся атмосфера там очень сильно отличается. Хотя, казалось бы, страны восточного блока. Да, да, они очень разные. Мы, варшавский блок этот, ну, вот, поляк это человек, который, он все, что он... А поляки умеют две вещи – торговать и бунтовать. Больше ничего. Они-то же самое, как продавцы. И они не умеют продавать, они выгодятся, они продадут все, что угодно. Благодаря комментарии, я вам эти видео. И они увезут туда и продадут. Они такие, да. И, ну, как бы, это же буржуазная история. Мы забываем о Югославии. Между прочим, страна Югославии, да. Потом она произошла, произошла. Это вообще другая история. Это вообще другие люди. Это, ну, то есть, это люди, которые не будут ничего продавать и покупать. Которые с тобой решают вопросы. Которые... Поляк никогда никого не ударит. Он не может. Его ударить можно. Поляк не ударит. Ну, вот, Югослав, он сразу, сразу в нос ты получишь от него. Это крепкие такие. Ну, меня шесть человек, Югослав, убили. Я скажу, что... И не ремнями. Я их зауважал. Серьезно. Уважительная история. Я не буду шутить. В центре города. Что потом было, это отдельная история. Но, как бы, они такие... Но это тоже варшавский договор, да? Что? За что били? За что били? Они вспомнили, это я. Так, друзья мои. За что били? Мы оставим за кадром. Последний вопрос. Слава богу, его нет. Так. Значит, смотрите. Во-первых, вас сейчас ждет небольшой сюрприз. Друзья мои, сюрприз будет, но не сегодня. Потому что, если вы могли заметить, у нас под конец встречи сломался рекордер. Тем не менее, мы вытащили звук. И если на наших диалогах это особо не сказалось, то, конечно, музыкальное исполнение пришлось купировать. Тем не менее, 7 июня. Фишфабрик Нувель. У нас будет этакая творческая встреча. Концерт нашего проекта «Оса». Я реанимирую свой проект «МСи Огонь». И представлю новой песни с, увы, обсценной лексикой. Поэтому детей, пожалуйста, не приводите. Ну и Татьяна выступит там уже во всем блеске и свете с нормальным звуком. Мои экскурсии идут традиционно. Пятница, вечер, суббота, воскресенье, день. Также вы можете приобрести мои книги. Путеводитель «Неский с перцем». Книга про пиар во время русско-японской войны. И остросоциальный роман «Корень». Если вы покупаете на сайте и хотите, чтобы я их подписал, тогда покупайте еще мой мерч. И будет вам автограф. Точно так же вы можете получить автограф, если покупаете книги после экскурсий. Билеты как на концерт, так и на экскурсии можно купить по ссылкам в описании под этим выпуском. Там же вы найдете ссылки на все ресурсы Татьяны и мои. И следите за нашими анонсами. Мы обязательно будем повторять подобного рода встречи. И я думаю, что помимо гостей, мы будем еще собираться уже более кулуарно, чисто вдвоем с Таней, заявлять какую-то тему и в более, так сказать, интимной обстановке с вами беседовать. Ну и, конечно же, мы будем стараться все это фиксировать на видео и выкладывать здесь, на моем канале. На этом все. Спасибо за внимание. С вами были Павлик, Таня и Евгений Вашенков. Оставляйте ваши комментарии. Увидимся. Пока.